Всем привет! На этот раз история не совсем как бы этичная что ли. Ну короче, есть у нас проблема такая у таксистов, это питание. Дело в том, что с собой взять еду не всегда получается, но даже в фастфуде не всегда получается нормально поесть, потому что все это в торопях, на бегу. Смена идет, комиссия уплачена и как бы терять время не хочется, поэтому обычно закинулся и побежал. История приключилась как раз вот после одного из таких обедов. В общем, закинулся я каким-то, ну типа биг-тесте, ну вернее как, это и был биг-тесте, просто он сейчас называется как-то по-другому. Вроде как скопировали там тайную формулу этого соуса и начали выпускать под новым названием. В общем, биг-тесте, кофе, быстренько все это закинул и снова проставился на линии. Но заказ пришел довольно быстро, выдвинулся я на заказ. Заказ долгая поездка, и пока подаю машину, понимаю, что дело плохо. Ну то есть я не уверен, что те, кто копировал состав этого соуса, они в точности соблюли все ингредиенты и пропорции, потому что вот в перемешку с кофе, в общем, в животе просто война, причем ожесточенная. И я понимаю, что в этой долгой поездке я не то, что буду чувствовать себя некомфортно, а я просто не доеду. То есть это будет больно, это будет невозможно. И с этим надо что-то делать. И подача довольно долгая, то есть там минут 8. И как раз вот за первые 4 минуты подачи я понимаю, что срочно нужно что-то делать. Ну а что тут сделаешь? Надо спустить давление, так сказать, снизить градус событий. И что, собственно, и было сделано. Но, честно говоря, они точно что-то напутали в составе этого соуса, потому что это было настолько, это было радиоактивно, потому что глаза резало до невозможности. Просто офигел. Но, благо дело, тут вся история-то в адресе. Дело в том, что проехать нужно было вот так вокруг всего дома к последнему подъезду. И, естественно, я понимаю, что время есть, думаю, ничего страшного, там сейчас кондиционер на максимум, и как бы все будет хорошо. Но тут открывается дверь, залетает в машину девушка, садится со словами, ой, я как раз смотрю, чтобы вам долго не объезжать, решила вам навстречу пойти. Короче, я моментально открыл все окна. Но, я думаю, что девушка поняла, в чем была суть. В общем, она попросила закурить Айкос. Я с радостью согласился. Я не знаю, у меня на лице, наверное, был нарисован самый большой красный рак или помидор. Ну, короче, стыдно было неимоверно. Но, вы знаете, оценка не снизилась. То ли Айкос вонял сильнее, то ли успела выветриться, то ли пассажирка вошла в положение, не знаю. Но теперь у меня будет фобия. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok